Привет, меня зовут Фокин Илья, и я делаю звукосниматели. Заходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть, чем я занимаюсь. Изначально вообще, вот он в глобальном понимании, он отличается тем, что у него сердечник сплошной, и такое часто применяется, когда у человека какой-то нестандартный, ну, спейсинг, ну, так называемый, ну, расстояние между струн, да, то есть там, например, стандартные 50 не попадают, и 53 не попадают, а где-то у него посередине, и рельса, она в любом случае будет захватывать струну, где бы она ни была, то есть, например, человек, когда делает бенды, то есть если какие-то бенды действительно прям глубокие, да, там прям на два тона, да, то есть струна сильно отходит от сердечника, да, в случае рельса она в любом случае будет в зоне влияния его магнитного поля, а когда сердечники раздельные, ну, так называемые точечные, да, если можно так сказать, то она может выплывать из магнитного поля в какой-то момент, там, например, вообще оказываться между сердечников, и, соответственно, звук есть, и он потом так, и ушел, да, потом ты бенд отпускаешь, да, и у тебя опять откуда-то непонятно это все дело вылезло, и в плане игры это, ну, кому-то доставляет какой-то определенный дискомфорт. Но еще есть такой момент, что рельса, она имеет свой характерный звук. Сложно как-то чем-то конкретным это описать, но если вот так постараться, то у нее он немножко более серединистый, опять же, ну, из-за формы катушек, да, то есть влияние там на внутренние параметры ее, то есть он более такой, ну, даже не гундос, ну, вот немножко вот с каким-то таким вот носовым прононсом, и, соответственно, вот у нее вот, ну, характер свой есть, да, то есть достаточно выраженный, а звукосниматели с раздельными сердечниками, они, ну, более классические, как мы привыкли слышать, то есть всем привычный достаточно звук. А на этом все, с вами был Фокин Илья, и не забудьте пройти по ссылочке в описании. Продолжение следует...